Когда живешь в загородном доме, периодически решаешь такие задачи, как осушка участка после весеннего таяния снега или половодия, борьба с подтоплением подвала, перекачка воды для бассейна или полива, откачка септика. Что помогает облегчить и ускорить этот процесс? Вот этот агрегат под названием мотопомпа. Конструкция мотопомпы проста. По сути, это насос с двигателем внутреннего сгорания, смонтированные на сварной раме. По типу двигателя различают бензиновые, дизельные и реже газовые мотопомпы. Самые популярные мотопомпы с четырехтактным бензиновым двигателем, которые способны работать с большими объемами воды, но стоят значительно дешевле аналогов на дизеле и газе. Принцип действия прост. При запуске двигатель запускает насос, который перекачивает жидкость из одного рукава, всасывающего в другой, выходной. Мотопомпы различаются по производительности, высоте напора, глубине всасывания, а также перекачке воды различной степени загрязненности. Все это влияет на ее стоимость. Давайте на примере самых популярных бензиновых мотопомп разберемся в их параметрах, чтобы не ошибиться в выборе. Мотопомпы можно разделить на четыре основные группы. Для чистой воды, для слабо загрязненной, для сильно загрязненной, а также высоконапорные или пожарные мотопомпы. Одним из основных технических параметров при выборе мотопомпы является производительность. Это значение показывает, сколько литров в минуту может перекачать агрегат. С бытовыми нуждами, поливом и водоснабжением на даче справится мотопомпа на 200-250 литров в минуту. Для откачки затопленного подвала, осушки подтопленного участка или обслуживания бассейна, подойдет агрегат на 500-1000 литров в минуту. А вот в строительстве или для откачивания водоемов будет уже необходима мотопомпа от 1300 литров в минуту. Лайфхак. Чтобы снять максимальную производительность, мотопомпу надо размещать как можно ближе к воде, а длину шлангов сделать минимальной. Второй параметр, определяющий выбор, это характеристики насоса. Это значит напор или высота подъема и высота всасывания. Высота всасывания показывает, с какой глубины насос поднимает воду. Обычно этот показатель 7-8 метров, чего вполне достаточно для выполнения различных задач. Напор или высота подъема определяет, на какую высоту агрегат может подать воду. Для бытовых нужд обычно достаточно 25 метров. Для пожарных мотопомп этот показатель может быть до 70 метров и выше. Кстати, этот показатель также определяет, на какое расстояние по горизонтали ваша мотопомпа может подать струю. Актуально при поливе. Расчет здесь простой. 1 метр подъема равен 10 метрам по горизонтали. То есть при напоре мотопомпы 25 метров, она подаст на 250 метров горизонтально без подъема. Среди характеристик есть также диаметры всасывающего и нагнетательного отверстий. А от их размера зависит производительность. Чем выше производительность агрегата, тем больше диаметры отверстий. У мотопомп для дачно-бытового использования это обычно 25-50 мм. У строительных профессиональных агрегатов от 80 до 100 мм. Несколько слов о мощности двигателя мотопомпы. Они существуют как двухтактные, так и четырехтактные. Двухтактные это, как правило, компактное устройство с небольшой производительностью. Такие двигатели заправляются топливной смесью. Четырехтактными двигателями оснащается более мощное устройство, способное работать с большими объемами воды. Зная эти основные характеристики, можно рассчитать, какая мотопомпа нужна именно вам. Дело в том, что фактически выходные значения напора и производительности зачастую отличаются от указанных производителем. Влияют рельеф местности, наличие стыковочных элементов на пути следования потока и другое. Давайте разберемся, как выбрать мотопомпу, имея вводные данные. Например, нужно подобрать вот такого помощника на дачу. Из стоящих задач это полив, наполнение, откачка емкости на 9 кубов. По весне возможна осушка подтопленного подвала. Есть конкретные размеры участка. Понятно, где будет точка забора выброса воды. Очевидно, что нужна мотопомпа для чистой либо слабо загрязненной воды. Это может быть как мотопомпа на 600 литров в минуту, так и агрегат на 1600 литров в минуту. Так какая же из них подойдет? Поможет простая арифметика. Во-первых, определяем расстояние L, на которую нужно перенести воду. Складываем длину L первого шланга от точки забора до агрегата и L второго шланга от агрегата до точки выброса воды. Как правило, путь воды непрямой, могут встречаться соединения шлангов. Они влияют на скорость потока. Вот эти все факторы учитываем как гидравлические потери. В нашей формуле это K. В нашем случае от точки забора воды 2 метра до точки выброса 10 метров. Есть переходник на 90 градусов. Получается L равно 2 плюс 10 плюс 2 равно 14 метров. Во-вторых, определяем высоту H, на которую нужно перенести воду. Складываем H1, глубину забора, от поверхности воды до мотопомпы. H2, высоту подъема, от мотопомпы до точки выброса воды. PR, значение желаемого напора в точке выброса. Например, на выходе нужно давление в полторы атмосферы. Одна атмосфера равняется 10 метрам. Полторы атмосферы — 15 метрам. В нашем случае помпа стоит на высоте 2 метров от поверхности воды, а воду мы хотим выбросить на длину 30 метров. Мы помним, что 30 метров по горизонтали равняется 3 метрам по вертикали. Получаем H равно H1 плюс H2 плюс PR, то есть 3 плюс 3 плюс 15 равно 21 метр. В-третьих, теперь определяем эквивалентную высоту подъема, ту характеристику, которой должна обладать мотопомпа. Складываем значения H и L, умноженное на коэффициент 0,25. В итоге получаем цифру в 24,5 метра. Из графика производительности видим, что для наших задач подходят обе мотопомпы. При этом тот же бассейн на 9 кубов, а это 9000 литров, модель PTH-600ST наполнит или откачает за 20 минут, а модель PG-1600 за 9 минут. В общем-то не такое принципиальное различие, и производительность PG-1600 в этом случае даже избыточна. Так зачем платить лишние деньги? На что еще стоит обратить внимание при выборе мотопомпы? Первое. Надежность и ремонтно-пригодность узлов мотопомпы. Рабочая часть такого агрегата – насосная. Рабочее колесо и улита насоса. Именно через них идет прокачка воды, зачастую не самый чистый. Необходимо, чтобы рабочее колесо и улита были из антикоррозийных композитных материалов. Например, у этой мотопомпы они из чугуна с добавлением сфероидального графита. Второе. Доступ к насосной части. Если в мотопомпе для чистой воды достаточно залить воды перед началом работы и слить ее по окончанию, то грязевые агрегаты перед и после использования нуждаются в чистке. Поэтому особенно ценно, когда эту манипуляцию можно сделать быстро и просто. Обратите внимание на доступ к обслуживанию насосной части. Процедура должна быть максимально понятной и незатратной по времени. Третье. Надежная рама. Помпа-агрегат нестационарный. Ее придется перемещать и довольно часто. А усиленная рама защитит узлы и механизмы даже в условиях стройки. Четвертое. Комплектность. Стандартно в комплект должны входить металлические патрубки, хомуты, фильтр для очистки. Если этого нет, либо не додали, либо производитель просто несерьезный. Всех этих знаний вполне достаточно, чтобы подобрать подходящую мотопомпу. Ну а после того, как выбор сделан, нужно еще ее правильно запустить и обслуживать. А вот об этом мы поговорим в следующем выпуске. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok